Всем добрый день! С вами программа «Звезды русского мира» и у меня в гостях первоклассный баянист, автор-исполнитель и композитор Сергей Вайденко. Приветствую! Приветствую! Я бы хотела познакомить наших зрителей с твоей видеовизиткой, которая очень кратко расскажет на самом деле, кто ты и вкратце твою историю. Сергей Вайденко – певец, композитор, автор-исполнитель, основатель дуэта «Баян Микс», говорят преми «Шансон года», «Звезды дорожного радио», «Голотой граммофон», «Более того, на счету огромное количество российских международных наград», «Твою прекрасную песню «Мы с тобой одной кровью» и «Просто надо любить в город М»» знают практически все, а «Баян Микс» еще известен помимо России и за рубежом. Может быть, ты порадуешься какой-нибудь своей первоклассной игрой, вкратце, в качестве визитной карточки в начале программы? В качестве визитной карточки? Да, да. Отлично, я считаю. Расскажи про свой инструмент, который был изобретен давным-недавно. Недавным-давно. «Баян» был изобретен в 1897 году. Ну, это не вчера, согласись. И это гораздо позже, чем любые фортепиано, скрипки, вилончели. Все думают, что баян – это такой старинный инструмент, на самом деле один из самых молодых инструментов. Но из-за того, что он, скажем так, когда не успев родиться, он из младенца превратился уже в старца по своему жанру. То есть он как бы сразу ушел в народ, сразу ушел туда, знаешь, за валенкой и так далее. Да, да, да. И поэтому все думают, баян – это, значит, старинный инструмент, это русский народный инструмент. Да, он русский народный. Ну, русский, русский мастер его придумал, Павел Чулков, в городе Самара, кстати. И получается, 1897 год, то есть в 22-м году мы будем праздновать 125-летие этого инструмента. А мой конкретный инструмент – это моего производства, я их делаю в Италии. У меня свой цех в Италии. То есть, в принципе, каждый желающий может его приобрести. Да, каждый желающий может. Очень популярны эти инструменты сейчас в России и раскупаются, как горячие пирожки. Это же отлично. Но, между тем, пока мы говорим про твой прекрасный инструмент, я хочу подчеркнуть всем, кто не знает, что буквально в прошлом году ты с размахом отпраздновал свой юбилей в Кремльевском дворце. И на одной сцене были великолепные мэтры. Расскажи, каково было ощущение? Ну, мне, во-первых, было очень приятно, что в моем концерте принял участие мой кумир моего детства, мой, скажем так, наставник, старший друг. Много эпитетов можно к этому человеку применить. Лев Ильянович Лещенко. Действительно, мой хороший друг. Он мне помогает, он меня наставляет, он мне что-то советует. И я никогда бы не мог мечтать, что когда-нибудь на одной сцене мы с ним будем. А еще я не мог мечтать, что он вообще споет мою песню. Я же песни сочиняю. И сочинять я их начал еще с детства, с 7 лет. Но меня всегда, знаешь, говорили, так, ты сначала научись играть, а потом ты будешь композитором. И вот на самом деле я с этим, вот единственное, с чем я был не согласен до сих пор, и на своих мастер-классах, когда их ведут, я говорю, давайте детям возможность творить и проявлять себя. Не зажимайте их таланты. Потому что когда я сочинил, например, первое произведение свое, которое прогремело на весь мир, «Откровение», это мне было уже 27 лет. Ну, точнее, как бы, ну, я его, я же говорю, что сочинять-то я сочинял с 7 лет, но не выносил это все на публику. И вот сочинил произведение «Откровение», оно стало популярным, его играет сейчас весь мир. И вот после этого я начал много сочинять камерной музыки для баяна, для симфонического оркестра, для других инструментов. А 6 лет назад я начал сочинять песни. Вот, и, собственно, вот, возвращаясь к Львову Ряда Челещенко, да, я очень рад, что он взял мою песню и сказал, «Старичок, у тебя прекрасные песни, давай мне что-нибудь еще такого же подобного». Так же мои песни поют Денис Майданов. Можно предполагать, что ты подпразднуешь, я бы сказала, такое и творческий, ну, ты праздновал свой юбилей в день рождения, но что он как-то совпадет с твоим творчеством, что на сцене будут известные артисты, кумеры. Мы, конечно, ничего не предполагаем, мы только мечтаем. И, конечно, когда-то в детстве я мечтал о том, что я буду где-то на больших сценах выступать, и, собственно, всем людям, всем зрителям тоже говорю, мечтайте, и мечты сбываются, на самом деле. Бойтесь своих мечтаний, потому что чем… Реалистичнее мечта. Нет, наоборот, чем бесшабашнее и безумнее мечта, тем быстрее она бывает. Но ты должен ее представить. Да, естественно, визуализируй. Я имела в виду реалистичнее, когда ты точно представляешь в картинках, как это будет. Ну, вот Лева Ильянович, я в картинках не представлял в своем концерте, поэтому это для меня было… Но, тем не менее. Так вот, да, я в прошлом году отметил юбилей, и это юбилей был и меня как исполнителя, и как композитора. Поэтому было очень много гостей. Кроме Лева Ильяновича была Марина Девятого, Денис Майданов, ну и много-много других артистов, которые пели мои песни. Ну, да, я очень рад, что наступает время юбилеев, и теперь это каждые пять лет будет продолжаться, и причем хорошо, что у меня еще есть коллектив, у которого тоже юбилей. И поэтому, грубо говоря, раз в два-два с половиной года я буду праздновать какой-то юбилей очередной. Поэтому возраст, на самом деле, самый прекрасный наступает. В Канаде и в США кто приходит на концерты? Поскольку у нас инструментальная музыка, поэтому приходят все. И иммигранты в том числе… Ну, поедешь на русском? Мы же играем. За границей мы в основном играем. В основном? В основном играем, да. Потому что это танцы мира, это классика, это какие-то современные хиты, эстрадные, то есть какие-то песни переработанные в дуэт Баян Микс. Но теперь нас трое. То есть теперь Сергей Войтенко и Баян Микс, то есть теперь нас трое. В дуэте Баян Микс теперь участвуют… Ты и Баян, и еще. Не-не-не, я один, и еще два моих партнера. Сергей Катков и Ренат Димаев, они тоже с Баян Микс. Это как раз и есть сейчас дуэт Баян Микс. А я себя несколько лет назад… Дмитрий, вы не будете переименовывать в трио? Нет, Сергей Войтенко и Баян Микс. Очень удобно. Все, тогда да, их же двое. Я просто выделил свою фамилию и имя из этого коллектива. Имеешь право, и правильно. Шесть лет назад, и у меня появилось наконец-то свое имя и фамилию, потому что меня часто звали «Ай, привет, Баян Микс». Ну, меня вообще Сергей зовут. А, серьезно? Поэтому иногда хочется, чтобы тебя по имени и по фамилии назвали. Поэтому вот так вот. Ну и плюс я же больше пою сейчас. Я сам… Ну, не, не слышала. Поешь, говорят, что поешь. Я, конечно же, сейчас, наверное, спою самую свою известную песню, которая стала, собственно, основателем моей вокальной карьеры. И, собственно, я благодарен Денису Майданову за то, что он подсказал, показал дорожку и помог. И мы эту песню спели с ним в дуэте, но сейчас я спою один. Куплет-припев буквально. Эх, была, не была, Понер вот то дела, Кроме тронут осколок залив. Гибель, хмель, да остров, Посреди трех дорог, Мы всегда выбираем все три. От любви пропадать, Славить и проклянать, Сот-ты раз из огня в пауня. Облака, как конвой, И за нашей спиной Города остаются двумя. Мы с тобой одною кровь, Мы с тобой одною боль, И живем мы, любим жад, Мы с тобой одною в рамках. Крещены одни пожары, Сожжены одной гитарой, Но силы мы сами судьи, И другими мы не будем. Не будем. Тяжело сидеть в этот момент, Хочется пуститься в пляс. Шикарные, умные, мелодичные, И тем не менее, Очень такие мужские, Я бы сказала, песни. Скажи мне, твоя аудитория, Кто к тебе приходит, Вот как они выглядят? Как они выглядят? Они хорошо выглядят, Красиво одеваются на концерт. Это в основном, в основном... Вот когда ты пишешь, Ты представляешь себе, Для кого эта песня? Для кого эта композиция? Или ты вначале написал, Потому что у тебя было вдохновение, А потом уже аранжировкой И меняешь, и думаешь, как? Нет, я выбрал направление... Потому что артисты четко делятся На тех, кто четко пишет Коммерческую историю, И к те, кто вот... Вот я так вижу, Я художник, я так вижу. Но у меня сочетается, Вроде как песни... Балансируешь? Да, и получается, Я пишу, как вижу, Но в то же время Эти песни становятся популярными. То, что очень часто, Когда художник, Как хочу, так и пишу, Не всегда попадает В свою аудиторию, Не всегда попадает Во вкус своего аудитория, В свое время, И так далее, и так далее. Часто очень говорят, Вот непризнанный гений Там своего времени, Да, когда-то его произведение, Не важно, что это песня, музыка, Изобразительное искусство, Она становится популярной, Может быть, потом, А может быть, и никогда. Все это зависит. Я стараюсь как-то писать, Чтобы это было созвучно В сегодняшнем времени. Вот. И поскольку я выбрал Уже свое направление, И это в основном Мелодичные песни С хорошим смыслом, С хорошими текстами, А соответственно, Это не совсем, Скажем так, Популярно среди молодежи сейчас, Потому что у них сейчас Немножко другие видны, И, скажем так, Молодежная музыка, Она совершенно оторвалась От того, что Слушали мы, Когда мы были молодые. Мы их слушали другие, Да, другие вещи, Другие вещи. Сейчас этот разрыв, Он очень сильный, И поэтому вся музыка, Которая была раньше, Например, Там популярной На том же самом русском радио, Она сейчас потихонечку Вкратилась в музыку шансона, Радио шансона. Ну, Не Душевная птица. Не по сути своей, Я имею в виду, Не по факту, То есть, Раньше и сейчас, До сих пор, Пока ассоциируют Радио шансон С группами Бутырка И так далее. Ну, у нас шансон В России в целом Очень долгое время Был кабацкий, Тюремный, А на самом деле Это другая история, Конечно. Это больше, Скажем так, Городской романс. Да. Это больше, Скажем так, Мелодичные, С хорошим смыслом, С хорошими текстами. Конечно. Вот. Поэтому, Вот, Я стараюсь писать мелодичные, С хорошими текстами, С глубокими текстами. Поэтому, Моя публика, Это в основном, Где-то 35-40 плюс. То есть, Те люди, Которые уже Повзрослели, Уже им хочется Послушать и подумать, Поразмышлять, И себя представить, На себя примерить Эту песню, Или эту ситуацию, Которую песню. То есть, До того, Как ты Тебе помогли Прийти к мысли, Что ты можешь Еще и петь, Помимо того, Что играть. Ты же занимался Только, Я так понимаю, Да, Как инструменталист, Как музыкант. В основном, Гастролировал. В основном, В основном, В основном, Не жалеешь, Что и то, И другое делаешь. Иногда бывает, Что, Эх, Лучше бы я не пел, Лучше бы я продолжал играть На баяне. Я могу сказать, Что я как слушатель Оценила, Я прям, Ну, Я в восторге. Я думаю, Таких очень много. Не зря ты все-таки получил Такие прекрасные премии. Если ты задала вопрос, А можешь ответить? Да, Но мне интересно Твое мнение. Мое мнение, Я так скажу. Я понимаю, Что сейчас, Мы же находимся В сообществе, Скажем так, Режиссеров, Продюсеров, Телеканалов, Программных директоров Радиостанций И так далее, Организаторов. И когда вот произошло Это разделение, У многих, Скажем так, Организаторов мероприятий, Ну, Произошло тоже, Как бы, Непонимание, Как это баян-микс, Это же всегда был инструментальный, Тут вдруг он запел. Но сейчас мы уже, Как бы, Скажем так, Приучили людей К тому, Что Войтенко поет, Баян-микс играет, Все. Сейчас уже всем, Всем все понятно. На самом деле, Не жалею. Почему? Потому что, Любой художник, Любой творец, Он хочет развиваться. Я понимаю, Что многие телеканалы Пытаются, Скажем так, Ну, Или, Ну, Там те, Скажем так, Медиа ресурсы, От которых мы зависим, Они пытаются нас все-таки, Определенные рамки. Определенные рамки. Вот к чему привыкли. Вот мы привыкли к баян-миксу. Вот вы играли, Чего вы начали петь? Зачем вам это надо? У нас тут полно певцов. А я так считаю, Что художник должен развиваться. И у нас, Видимо, В России так принято, Что вот, Если одел на себя человек Одну маску, Вот он должен в ней ходить. Почему там, Многие там, Актеры уехали в Голливуд, В зарубеж, Чтобы сыграть другие роли. Потому что к ним здесь приклеилось. Да, это очень тяжело, конечно. Он приклеился вот этот балбесы. А он хотел что-то сыграть другое. Поэтому, В нашей стране, Видимо, Менталитет такой. Очень сложно, Вот, Переломить то, К чему привык народ. У тебя получается? Спасибо. Я стараюсь, Но на самом деле, Это происходит не так быстро, Как хотелось бы. И с достаточными усилиями. Но это же не значит, Что ты перестаешь, Как музыкант гастролируешь. Нет, конечно. У нас концерт из Баян Микс, Мы ездим втроем. То есть, Как был Баян Микс, Так он и остался. Никуда он не делся. Только добавилось еще один солист К Баян Миксу. Получается, Нам всегда говорили, А почему вы не добавите себе столистов? Вот же у вас там вот Марина Девятова. Приезжайте с ней. Ну, казалось бы. Вот, пожалуйста, Добавили себе солиста. Вот, пожалуйста, песни. Потому что очень часто, Когда мы тогда еще начинали говорить, Ой, у вас в вашем репертуаре Не хватает песен. Ну, чтобы было разнообразно. И вот сейчас как раз Это все вот в гармонии. То есть, мы приезжаем, Ребята начинают на концерте Играть инструментальные, Пару-тройку композиции. Потом я выхожу с песнями. Потом я остаюсь что-то попою. Потом опять ухожу я. Они что-то продолжают С инструментальными вещами. Потом мы уже продолжаем втроем И инструментальные, и вокальные. Получается совершенно бесподобное шоу. Поэтому очень рекомендую Наше концерты прийти. Да, вот о том, Как происходит вот этот вот перелом. Приезжаем на концерты. И люди же в основном По привычке еще Поскольку и на телеканалах Еще пока видят баян-микс. Меня как вокалисты видят редко. Потому что пока я же говорю На телеканалах Меня пока еще Ну вот продюсеры Не могут привыкнуть. Вот 6 лет прошло Они не могут приспособиться. Вот играй лучше на баяне. Не надо петь. Вот. Поэтому когда мы приезжаем на концерты Люди говорят, блин, классные песни. Как здорово, что вы поете. А когда вы это начали? А почему вы не поете? Я говорю, я пою. На радио песни звучат. Смотрите, слушайте. Поэтому мы таким образом Приобретаем себе новую аудиторию. И она расширяется. Потому что в песне есть слово. А слово это всегда лучше, Чем просто инструментальная музыка. Инструментальная музыка Это хорошо, это здорово. Но через слово мы больше добиваемся. Парада нас инструментальной музыкой. Можно я песню лучше спою? Это же ты. Это ты гость программы. Можешь делать, плясать, играть, танцевать. Пожалуйста. Это песни про фронтовых артистов. Никто до меня не сочинял эту песню. Ни Блантер, ни Братья Покрас, ни Дунаевский. Я про то время не люблю. Я понимаю, понимаю. И сейчас тоже. Эта ниша была не занята. Представляете, когда мы сочинили С Иваном Овчинниковым, С моим соавтором, текстовиком, Эту песню, мы удивились, Что мы попали в ту нишу, Которая была не занята. И сейчас эта песня является очень популярной У режиссеров ее нарасхват. Говорят, дайте нам эту песню. Мы хотим на нее целый блок поставить. То, что фронтовые артисты – Это целая страничка истории Геликой Отечественной войны. Поехали. Необъятны нашей Родины просторы И полят Катюшек точно по врагам. Несколько минут нам дают на сборы И ревут снаряды тут и там. И ревут снаряды тут и там. Нет у нас патронов, нету автомата. А сенал у нас, так скажем, непростой Бригады музыкальные, веселые ребята И своим мы на передовой. И своим мы на передовой. Бояды заиграют громко, Песни улетают в небеса. И звучат со сцены весело и звонко, Наши рультовые голоса. Бояды заиграют громко, Песни улетают в небеса. И звучат со сцены весело и звонко, Наши рультовые голоса. Там еще три года. Браво, браво. Я понимаю, почему запрашивают в срочном порядке Эта песня, потому что это невозможно. Она очень веселая. Это же целая, ну я говорю, страничка Из Великосечной войны. И ты Шульженко, это Клауди, Элизи Русланова. Это же много артистов, которые ездили На фронтах, на блиндажах, Не знаю, в окопах и так далее. Дух поднимали боевые. А я вот сейчас смотрела, Как ты мне исполнила эту песню, На то, как ты даже не смотришь На свой инструмент. Руки сами по себе почему-то играют. Я вот думаю, вот это, Как же так всегда было? Это, ну то есть, Когда ты перестал смотреть, На какие кнопочки, На какие клавиши нажимать? Еще в первом классе. У меня был преподаватель Алмиха Лакац И Юрий, кстати, Сорокин в музыкальной школе. Вот они меня приучили это сделать. Но это на самом деле технология, Которые нужно обучать. Можно смотреть? Или это дело привычки уже, Когда... Естественно, потом... Ну, как бы вы же, Когда плаваете, Приходите в бассейн, Вам сначала рассказывают, Куда руки девать, А потом же делать автоматически. Потому что пианист, в принципе, Всегда смотрит на клавиши. Не всегда. Ну, потом-то, ну да. Ну, просто у него так он расположен инструмент, Что, в общем-то, Он может на него смотреть. Ну, давайте возьмем любой другой, Например, там, Духовой инструмент, Например, туба. У них находятся кнопки здесь, И им неудобно смотреть. Поэтому это дело привычки, И плюс опять же, Ориентировка на клавиатуре. Для того, чтобы... А тебя не отвлекает, Что тебе при этом нужно думать, Как петь? Сначала было сложно. Когда ты только начинал петь. Начинаешь, да. Да. И вот, кстати, Я хотел бы про фестиваль, Про наш поговорить. Мы там добавили сейчас одну категорию, Но это мы сейчас припопомним. То есть, ты когда начинаешь... Когда ты просто играешь, Там, я не знаю, там... То есть, ты играешь, Когда... Это одна приспособляемость. Когда ты начинаешь уже петь... Распрягайте, Хлопцы, Хлопцы, Даляйте, Спочевайте, Ай, Я приду садь. Это уже другая приспособляемость. И когда только-только это начинаешь делать, Сочетать вокал и исполнение компонентов себе же, Это достаточно сложно. Но это тренируется. У тебя это хорошо получается. Расскажи про фестиваль, Который уже два года. Душа баяна, насколько я понимаю, да? Это не первый год. Это большой всероссийский межрегиональный фестиваль, Который проводится по всей стране. В прошлом году мы его провели в пяти... В прошлом, позапрошлом, в пяти регионах. Это Московская область, Самарская, Ленинградская, Ростовская область, Краснодарский край. В этом году, вот мы сейчас планируем, Летом это будет уже... Мы выбираем столицы в трех федеральных округах, И туда едем, и со всего федерального округа Будет съезжаться народ на этот фестиваль. Дальневосточный федеральный округ, Сибирский и Уральский федеральный округ. Вот вы замахнулись. Да, это большой грандиозный фестиваль, Который собирает по две с половиной, по три тысячи участников. Почему? Потому что я придумал, Что должно быть вокруг баяна собраны все жанры, Которые существуют вокруг него. Баяна, аккордеон, гармония. Я имею в виду, что это вот одна семья, да? Неважно, на чем ты играешь. Главное, чтобы это было меха, кнопки, клавиши. И за все время баян и аккордеон, и гармония, Они ассимилировали разные жанры. Это и привычный нам народный жанр, И симфонический, и эстрадный, и академический, И джазовый, и рок-музыка, и так далее, и так далее. Универсальный. Да, инструмент сам по себе универсальный. И вокруг него очень много всего интересного. То есть, например, мы знаем, что хоры бабушек Поют им, аккомпанируют обычно баянист. Или там выходит какая-то эстрадная группа. Например, у Сукачева есть обязательно баянчик, Либо аккордеончик, либо в группе Ленинград. Или, например, кто-то поет, а ему кто-то аккомпанирует. То есть, объединены все жанры, Объединены все профессионалы, непрофессионалы, Все возрастные категории. То есть, нет ограничений вообще ни в чем. И меня спрашивали, как ты будешь оценивать? Я говорю, я буду оценивать только одна критерия. Яркий концертный номер. То есть, приезжает артист, либо группа артистов, Поет, танцует, рассказывает стихи, играет. Не важно, что... Там цирк даже у нас был, цирковые даже выступления. Важно, чтобы это было хоть чего-то там привязано к этому инструменту. Не знаю, там сам инструмент на сцене находится, Либо кто-то на нем играет, Либо звуки инструмента в аранжировке существуют. Я говорю, один критерий. Яркий концертный номер. И у нас мы получили очень хороший опыт На проведение вот в пяти регионах, Что у нас иногда дети выигрывали у взрослых И непрофессионалы у профессионала. Поэтому совершенно объективная оценка происходит. То есть, выходит человек, мы на него не смотрим. То есть, ну как бы, мы не понимаем... Кбас это сколько? Кбас это сколько? Кто в жюри? Несколько членов жюри. То есть, от трех до пяти членов жюри. То есть, местные члены жюри и приезжие из Москвы. То есть, я сижу в жюри как художественный руководитель. У нас сидит режиссер нашей программы, Который отсматривает номера, Потому что после конкурсной программы Мы собираем гала-концерт, И получается такой очень замечательный концерт, Как в советские времена. Там тебе и танцы, там тебе и песни, Там тебе и инструментальный жанр, Там тебе и фокусники, Там тебе и театр, Там тебе и прочитали терки на подбаян и так далее. То есть, получается разнообразно, очень разнопланово. Вот. И вот я почему говорил до этого, Что мы в этом году внесли новую категорию. У нас было всего четыре категории. Инструменталист, солист, Потом инструментальный ансамбль, Вокальный инструментальный ансамбль И творческий номер. В творческий номер входит все. Мы немножко расширили в этом году категории. Мы добавили туда отдельно хоры, Потому что к инструментальному ансамблю но их не присоединишь, как-то, ну, это не ансамбль, как-то. Добавили еще категорию человека, который солист, аккомпанирующий себе на инструменте. И это, кстати, сейчас, ну, видимо, потому что я начал петь, потому что я начал на телевизоре появляться. И ты просто это, ну, как оценил масштаб этого. Я пустил что-то, что называется, челлендж, и в стране начали появляться такие же Сергея Войтенко под баян, поющие себе аккомпанирующие. Так же, как в свое время баян-микс, когда возник, 15 лет назад, тоже куча ансамблей появилась в таких же подобных регионах. Так что я считаю, что мы выполняем даже государственную программу. Люди, которые обучаются на инструментах, раньше они уходили куда-то на другие работы, а сейчас они остаются в профессии, зарабатывают себе эти инструменты на жизнь. Что твои дети думают о том, взрослые? Потому что понятно, что маленький ребенок пока не может думать ничего касательно твоего инструмента, а свой старший ребенок не готов. Он не пошел по твоим стопам? Ему 18 лет. 22 февраля. Хороший возраст. И он сейчас является радиоведущим на радио Китс ФМ. И он сейчас пробует как телеведущий. И у него это хорошо получается. То есть сейчас есть несколько предложений, куда его хотят взять. Очень яркий, красивый, как папа, такой же скромный и талантливый. Но он тоже играл на баяне, он занимался на баяне, 8 лет занимался. Я говорю, бросай. Он говорит, нет, нет, я бы не закончу. И потом он сказал, все-таки признался, папа, да я это из-за тебя делал. Я говорю, ну а зачем? Я же тебе говорил, если тебе не нравится, можешь не напрягаться. Он хорошо поет, он играет на гитаре, играет на баяне, сочиняет песни тоже. Но он пошел в радиоведущий. И сейчас у нас подготовка к поступлению в НГИМО. Это же прекрасно. Но он может быть и журналистом, возможно, он даже и все-таки запоет, а ты будешь ему прекрасно аккомпанировать, играть. У меня еще младший подрастает, год и 8. Он уже там вовсю уже нажимает вообще. Он реагирует на... У него есть у младшего любимая песня, под которую он как-то реагирует? Они все равно же реагируют. Есть любимая песня, вот песня, которая как раз сейчас только что вышла, новая песня, я спою буквально куплет-припев. Песня называется Дружба одна на всех. Возвращаются в порт корабли, Заберемся с друзьями все вместе. И в кругу нашей дружной семьи прозвучат хорошие песни. Мы споем про родные края, про любовь неземную и веру, своей жизнью, своей жизнью память хранят. Про отчизны сынов и победу, друзья, не для встречи победы. И не важно, какая погода, дружба одна на всех, дружба одна на всех, и песня одна, и дорога. Дружба одна на всех, дружба одна на всех, и песня одна, и дорога. Такая песня. Патриотические у тебя, конечно, песни душевные. Но она не патриотическая, она про жизнь. Она про нас, про людей, которые собираются за столом. Про наше поколение. Твое молодое поколение, 18-летнее, что слушает? Что характерно, слушает совершенно разнообразную музыку. И я понимаю, что это поколение вообще... Ты даешь ему слушать, какие твои песни, и спрашиваешь ли его мнение? Или написал, и вот будет так. Ну всеядно. Советуешься? Он всеядный, как вся молодежь сейчас. У них нет сейчас авторитетов, и у них нет сейчас кумеров. Это да. Поэтому они слушают совершенно... У них нет такого, как мы, если вот мы подсели на какой-то направлень, грубой, Земфир или там... И все, и мы только это, да. Или там Глуб по-бралу, или там Любея, я не знаю, как в наше время, или там Наутилус-Помпилиус. Ну, в наше время и группы было, и направление было меньше. Меньше, да. А сейчас такое разнообразие. Поэтому они всеядные, они слушают разную музыку. Он слушает Элус и Пресли. Тем не менее. Он слушает современную музыку зарубежных исполнителей. Он выбирает то, что его цепляет. Он не выбирает направление, не выбирает людей, не выбирает артистов. Это мне понравится. Правильный выбор, на самом деле. А как ты думаешь, все-таки где принимают русскую душевную музыку лучше? Не обязательно, ну, как бы, без слов. Ты просто говорил, что ты гастролируешь не только же по России, но еще и за рубежом. По твоим внутренним ощущениям? Русскую музыку или музыкант? Ну, музыка без музыкантов. Вот вас непосредственно. Существует почему нет? русскую музыку. Ну, я имею в виду, на концерт уже приходит на вас, на группу, на тебя и Баян Микс. Потому что люди же покупают, когда билеты, они же приходят к вам. Ну, вот не могу сказать, Или ты потушаешь лишь отдельно? Нет, 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 мы все вместе. Я имею в виду по поводу Баян Миксового направления, и вот этот инструментальный жанр, он воспринимается везде одинаково. Везде одинаково, хорошо и браво. И всегда нам кричат браво, всегда встают люди уже буквально с третьей, с четвертой мелодии, и танцуют, и поют. А не возникало тогда... Видимо, сам жанр по себе такой, что он доступен каждому практически. А вот тот прекрасный фестиваль, который Душа Баяна не хотелось, не хочется ли интегрировать и сделать его международным, привлекать туда еще и гостей в других странах? Конечно, конечно. Я сейчас... Это только впереди, это только была раскачка. Мы начали с одного региона, потом добавилось несколько регионов. Вот это прям напрашивается. В этом году у нас федеральная округа. В следующем году у нас будет большой гала-концерт в Кремле. Будет победителей мы соберем на финальный батл. Среди победителей еще будет конкурс, потом мы из них отберем самых лучших и вместе со звездами российской и зарубежной эстрадой будет большой гала-концерт. Вот. И потом мы будем проводить по всеми федеральным округам, по всем федеральным округам российским. И потом будем уже начинать потихонечку это привлекать европейские страны для начала, азиатские, типа Китай, Корея, Япония, потому что она тоже играет на баянах и аккордюнах. И дальше шармин. Это будет очень перспективный. Это будет грандиозный и большой фестиваль, да. Это будет очень, найдет очень большой отклик. Ну, потому что под эту музыку ее нельзя быть равнодушным. Я бы не сказала, что под инструментальные, ну, под инструменты, да, под баян или там виолончель можно прямо фанатеть, как от поющих там, да, артистов, потому что ты слышишь. Но то, что не пройдешь равнодушно и захочется это сделать неоднократно, это абсолютно точно. Не хочу никого обижать, артистов. Иногда бывает, я лучше послушаю плеери. А иногда думаешь, ну, как я раньше мог жить, не увидев это живьем. Вот поэтому я пытаюсь сейчас, ну, может быть, плохое слово, доказать некоторым людям, от которых зависит судьба артиста на телеканалах и на радио, что вы придите на наш концерт, посмотрите, как люди реагируют, потому что у нас люди... Вот она, живая реакция, не купленная ничем. Они встают, они говорят, блин, где вы были раньше, почему, откуда вы, откуда все. То есть у людей восторг и недоумение, почему вас нет, почему вас так мало на телевидении. Я говорю, ну, к сожалению, не от нас зависящее обстоятельство, есть определенный костяк артистов, которые из года в год на всех голубых огоньках, поэтому... Вот, а посмотреть... Не будем о плохом. Посмотреть нас можно в ближайший концерт, но я уже говорил в соцсетях, уже реклама идет в наших концертов. В Москве либо ноябрь, либо начало декабря, но обычно в Москве раз в год мы делаем концерт. Поэтому мы сейчас будем его готовить. В Москве подготовить концерт сложнее гораздо, чем в регионах. Почему? Ну, потому что Москва перекормлена. В Москве очень много артистов ежедневно выступает, несколько десятков артистов. У людей денег больше не становится, и поэтому они выбирают, куда пойти, понимаете? Поэтому заранее нужно продавать концерт свой, заранее, чтобы покупали билеты и так далее, и так далее. Если бы мы были, может быть, представлены на телевидении так же, как Филипп Киркоров, мы бы тогда не заморачивались, мы бы за две недели собирали бы зал. Но нам приходится собирать зал, потратить на это некие усилия. Да, некие усилия. Потому что, когда, скажем так, артист не такой глобально известный, как вот в фамилиях, которые я сказал, то люди, мы же привыкли люди, вот если по телевизору показ, значит, он модный, популярный. Если нет, не показ, значит, ну, интересно. Неинтересно. А когда люди приходят на тебя, ни разу не видев тебя по телевизору, несмотря на то, что нас 15 лет, в течение 15 лет показывают, ну, то же самое Боян Микс и меня, вот, ни разу, ну, не попадали, понимаете, ну, потому что нас не так часто показывают. Вот. И они говорят, блин, ну, это же, ну, это же круто. Это дорогого, это твоя аудитория, которая уже будет твоей, и она точно не поменяет тебя ни на одного другого артиста. Да. Хотелось бы тебе еще с кем-то в дуэте или, может быть, еще добавить какой-то инструмент и выступить. Есть ли какой-то план? Или, может быть, это какой-нибудь сделался международный проект? Некоторые артисты, певцы мечтают сняться в кино, а какой-то безумной роли. Вот они решили, что вот эта роль была бы вот я бы хотела в кино. А бывает, что нет, пою и пою, и мне хорошо. Я тоже мечтаю сняться в кино. Естественно, даже есть сценарий. Помнишь фильм «Братья Блюз»? Там юмористическая такая, с криминалистикой такой, связанная там, там, бандиты там и так далее. Вот тоже придумали такой же сценарий, только называется «Братья Микс». Ну, хотели использовать «Дуэт Байан Микс» для этой цели и нас в главных ролях. То есть там тоже есть такой, скажем так, себя. Но играть надо себя, естественно. естественно себя. Вот. надеюсь, когда это сбудется. Я как бы ситуацию не подгоняю, она сама когда-нибудь исполнится. Вот. Второе то, о чем ты говоришь, что на международную арену выйти, да, сейчас мы готовим проект с моими друзьями. Это большое шоу «Accordions World Show». то есть вот «Душа Баяна», только это вот, скажем так, локально в рамках одного концерта и с участием международных звезд. То есть, грубо говоря, приезжаем во Францию, у нас там участвуют какие-то звезды оттуда, инструментальные звезды или там вокальные звезды, вокалисты или инструменталисты. Там, приезжаем в Японию, там, в «Анессе Мэнтме», там, и так далее. Или там, приезжаем куда-нибудь в Европу, там, то же самое, «Фауст Папетти» или там кто-нибудь еще, там, я вынуждена завершить мою прекрасную программу с тобой. Я думала, что полчаса это мало для тебя, общение с тобой, и учитывая, что ты еще прекрасно владеешь своим инструментом и голосом, это маловато. Я, к сожалению, это умею. Я бы просила тебя в завершении программы что-нибудь задорное. Есть одна песня, как я и говорю, одна народная песня, которую написал я, песня «Марошка». Когда из дома уезжал, я к лятву умиленник, и давал вернуться на порог, когда морожка зацветет. Но за лесной, без наличия, а я по прежнему в пути, не была вчера, но я встречу впереди. Эй, пролетает путь дорожка, эй, эй, и цвет ягода морожка, эй, а ты ждешь меня, грустишь одна. Эй, эй, на санфонин перееду, эй, эй, на любимый я доеду, эй, за околице стоит весна, весна! Браво! Спасибо тебе большое, что нашел время, пришел к нам в гости. Увидимся в следующий раз обязательно с какими-нибудь новыми твоими и обсудим новый твой проект. И я надеюсь, что в следующий раз мы точно устроим здесь шоу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!